всем привет с вами канал artmania и у нас идет уборка полным ходом отсюда с балкона я хочу убрать все абсолютно этот вот мольберт куда-нибудь тоже поставить все убирать вот уже коробку отсюда убрала уже хорошо мне прям уже настроение поднялось коробку убрала тут вот зима на игрушке с дачи дача мы продали их помыть надо вот здесь тоже частично это из туалета никак трубу нам не сделают здесь кстати у меня цветочки мои цветочки молочай наконец-то я купила здесь вот тоже все сложилось вот закупаешься знаете заранее шампуни несколько там еще там сколько шампуни вот здесь вот шампунь всякие всякие вот молочко хотя я не вообще не пользуюсь пенки молочко зачем я их купил я не понимаю до 22 года и использовать я не могу мне даже за лицом ухаживать некогда с ребенком вот и здесь еще одна последняя коробка осталась разорванет не последняя еще вот за креслом у меня коробка тоже надо разбирать все уже наконец-то смотрите более-менее становится чисто в комнате сзади места и стенка который еще пока я вам не покажу да тут а тут у меня тоже короче убираюсь я все убираюсь 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 у меня здесь постельное белье короче все белье все по мешкам потому что так удобнее мне стало за многие многие годы так поудобнее стало хотя не знаю может что-то переберу как-нибудь куда-нибудь короче частями уже тут осталась пустая полка здесь вот так вот просто навалено нужно табуретку поставить убрать здесь у меня получаются продукты и здесь у меня химия то есть для посудомоечной машинки там соль все такое вот и здесь конечно вот эти вот вещи должны забрать я уже дала объявление то что отдаю за вкусняшки то есть не продаю отдаю за вкусняшки все эти вещи я уже подала дней 5 наверное люди пишут 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 все я пишу уже отдам за шоколадку все шоколадку на 100 рублей стоит ну что такое так дорого что меня отправили черный список притом вещи хорошие то есть не только здесь еще и диминой там на лоджии еще коробки сегодня две освободила стоят на кухне грязная посуда то есть вот так вот и как бы сумка это я не знаю я покупал для дачи когда-то мне не понравилось в использовании она рюкзак ну я его поносила уже я не хочу его носить мне тоже не понравился это уговорила свекровь купи 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 там для пикника ни разу не пригодилась ну один раз там это ее всю даже не брали здесь что внизу одежда там книги книги это вообще это что-то народ это что-то книги это я не знаю мне еще перебирать и перебирать книги вон завтра приедет еще одна полка вот здесь вот встанет где-то а вот она вот они здесь козявки вот тут встанет еще одна полка книги перебирала перебирала я уже одну ходку я сделала вот сейчас пойду еще одну сделал и еще ходки наверное две или три все равно много их все равно их много и не пойму откуда они я уже все вот знаете оставил травоведение мое любимое психологию он там он здоровье прям я вообще такие книжки очень сильно люблю ну тут некоторые кстати еще диме на книге надо будет диме отнести а там забрать мои то есть блин и опять что это такое что за хлам а ужас какой тут коробки короче тоже все это перебирать там посуда все было воткнуто быстро 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 тоже перебирать ну короче все вещи отдам буду заниматься следующими то есть если сейчас я выну абсолютно все вещи то получится просто кошмар короче так вот здесь тоже я еще не убиралась просто только туда всовывала кстати мне очень нравится такая вот тоник с розочкой чистой линии очень нравится прыщики прям ну красные прыщики прям уходят очень быстро а это вот свекровь подарила мне такой незаконный вернее начатый флакончик без крышечки вот ее был подарок на что-то там какой-то праздник и потом она еще удивляется почему я недовольна как бы это тестер ну хотя бы была бы крышечка я не знаю я даже не пользовался но сладкий запах я хочу сделать из него его вернее перелить в баночку поставить такие вот палочки как вот здесь вот видите где-то у меня такая баночка с палочками есть я знаю хочу туда его перелить и будет ароматно ну попробовать такой вариант если не получится то просто раздам потому что у меня там очень много духов всяких есть которые мне не нужны вот свечи свечи побыли в жаре и потемнели хотя они были изначально свечи включить зажечь свечки посмотреть полюбоваться ими там журнал какие-то короче мне еще трудиться и трудиться быстрее бы вот эти вещи забрали которые у меня там в коридоре я бы уже была бы счастливая честно а то люди только пишут да 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 заберу я рядом живу там кто-то мужчина что писал все заберу там приду вот рядышком все написала говорю на пачку давайте замороженной цветной капусты ну что она там стоит 150 рублей тишина все пропал что ее дотащи что тяжело так я же не на килограмм там не знаю не 7 килограмм арбуза же не знаю не порошка там 10 килограмм или 5 килограмм меняем уж мелочи не знаю вы слышите этот шум трактор работает у нас теперь у нас все перекопали просто вот там вот так дорога до туба полностью туда полностью здесь вот так вот до туду вон аж до туду перекопано все знаете еще осталось вот так туда и вот с этой стороны дом перекопать и все мы просто не выйдем из дома никуда все перекопано меняет теплотрассу вот так кажется это так называется но это очень шумно знаете вот тут кажется еще более-менее но в квартире в квартире я один раз в обед решила поспать я просыпалась знаете я просыпалась через каждые 5-10 минут в квартире я сплю уснула все сплю бабах бабах там машина поехала вот сейчас еще довольно тихо а до этого колотили молотком по трубе это было что то и как бы закрыть балкон то очень жарко сейчас у нас еще до тех пор идет лето в Волгов у меня почему то накопилось очень-очень много но у нас сейчас 40 градусная жара всю эту неделю было и это кошмар Вот только сегодня, вот сегодня более-менее прохладно. Так всю неделю было под сорок. На улицу выходишь и прям вот жара. Ощущение, как будто в бане находишься. Такое было. Вечером спать ложишься. Вот вчера я ложилась, 27 градусов. Было тепло ночью. Представляете, ночью 27. До этого 25. То есть, блин, настолько жарко. Вот просто не уснуть. Вот так сейчас, кстати, у меня выглядит. Завтра уже приедет мой стол. Ура, 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 ура. И я вам все покажу. Покажу стеночку, покажу уголок стеночки. Уголок стеночки и все. Вот, короче, у нас 40 градусов было. Ну, в принципе, для меня, честно, это было нормально. Я не почувствовала 40 градусов. Я почувствовала градусов 20. А, нет, подождите, не 20, а 35. 33, 35, где-то вот так я почувствовала. 40, нет, я не почувствовала. Даже на солнце не почувствовала. Не в тени. Ну, нормально, не тепло. Мне хорошо было, честно. Мне было очень хорошо. Я обожаю такую температуру. Мне прям шикарно. Вот, у нас в Балхаше было в тени 40 градусов. А на солнце было, ай-яй-яй, сколько. Ну, вот сейчас прям стало тихо-тихо. Вот они специально затихли. Смотрите, какая там длинная машина приехала. Вон отсюда. О, какая длиннющая. У нас прям вот эта вот дорога вся в машинах. Вот оттуда, вот до самого конца. Там вот, ну, наш дом и еще там. И вот тут вот. Ну, прям вообще столько техники. Столько ее. Кошмар. Когда эта еще закупка закончится? Когда наступит тишина, наконец, уже. Когда? Смотрите, какие капельки. Отражает скупанный гранитур. Ну, капли прям обалденные. Смотрите, какие классные. Там гром гремит. У нас дождь, наконец-то. Жара стояла 40 градусов. Ветерочек.